Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев раскритиковал подготовку к отопительному сезону в регионе. С его слов ситуация складывается критическая. Ситуация с подготовкой к отопительному сезону развивается в критическом режиме. Сейчас это дело навесили на зампреда правительства Забайкалья Вадима Петрова. Он старается в аварийном режиме всю эту систему запустить, но по правде сказать это не дело, все должно делаться вовремя, отметил он. Со слов Гурулева проблема региона заключается в том, что в модернизацию систем не вкладывают достаточно денег для этой модернизации, а также в том, что в министерстве ЖКХ Забайкалья нет компетентных сотрудников. В министерстве культуры России нет документов на получение прокатного удостоверения на фильм об Александре Невском «Князь», на съемке которого в прошлом году губернатор Забайкальского края Александр Осипов выделил 5 миллионов рублей. Глава края перечислил деньги из Фонда развития региона в мае 2021 года по просьбе актрисы и режиссера Александры Яковлевой. Напомним, она умерла в апреле этого года в возрасте 64 лет после болезни. Вопросы производства и финансирования художественного фильма «Князь» не относятся к обведению Минкультуры России. Фонд развития Забайкальского края – некоммерческая организация, учредителем которой является Департамент госимущества и земельных отношений края. Информацию о статусе производства киностудия в адрес Минкультуры не предоставляла, говорится, в ответе на запрос журналистов. Неизвестные через сервис «СуперVPN» запустили опрос о том, нужен ли Забайкальскому краю новый губернатор или лучше, чтобы на этом посту оставался работающий с осени 2018 года Александр Осипов. Опрос 11 сентября появлялся сразу после запуска VPN-сервиса до подключения или перед отключением и помечался как реклама. Увидевшим его предлагают ответить на единственный вопрос, который помечен как вопрос номер 6. Он звучит, как вы полагаете, нашему региону нужен новый глава или лучше, чтобы главой оставался Осипов. В качестве вариантов предлагается 5 ответов, после чего нужно было нажать кнопку «Отправить». Заместитель губернатора и руководители представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации в Москве Петр Попов сыграл свадьбу со Светланой Шеварли, которую издание «Балакнот Волгоград» называет наследницей сибирской бизнес-империи и победительницей конкурса «Женщина-вселенная», проводившегося в Колумбии в 2018 году. «Балакнот Волгоград» отмечает, что Попов не отстает от своей избранницы по частоте мелькания в телеэкране, в основном в ток-шоу. При этом за спиной у него есть опыт ведения бизнеса. Соуслов свой первый миллион он заработал в 9 лет. После переезда из Волгограда он переехал в Казахстан, занимался там поставками в Россию металла. Москва стала следующей карьерной ступенью, где он возглавил Национальный фонд поддержки социально-экономических проектов.